Мы с вами не просто забавляемся, на тропе катаемся, мы еще магическое действие совершаем. Это время магических обрядов. В Масленицу принято не только гулять и печь блины. В музее краеведения рассказывают, в этот период девушки изготавливали оберег, младшую сестру Масленицы. Кукла защищала владелицу от негатива и показывала, насколько девушка хозяйственная. Оберег изготовить оказалось совсем несложно. В этом нам помогла Татьяна. Сначала мы ветошь одеваем на палочку, потом оборачиваем ее более мягкой ватой или ватином, чтобы поровнее личико было у нас. Вот такой размер головы. И назад. То есть мы на шее спереди узелочков никаких не делаем. Сзади у нас три узелочка. Ну, считается, да, такое сакральное число три. Дальше продолжаем работать с лыком. Лыка – это основная, да, часть куклы, то есть как бы ее облагораживает. А что такое лыка? Это королипы обработанные. Нам понадобится два пучка лыка. То есть мы берем вот так вот аккуратненько и отщипываем. Это у нас будет тело. Тело и юбка одновременно. Прикладываем, как бы чуть выше шейки и вот так по кругу распределяем лыка юбочкой. Обнимаем ее. Обнимаем, обнимаем, обнимаем. Вот таким образом. Остается только закрепить туловище и нарядить куклу. Для изготовления оберега нам понадобились нитки, платки, ветошь для наполнения головы и лыка. Эту куклу, в отличие от ее старшей сестры, не сжигали. Оставили в красный угол избы до следующей масленицы. Раньше неподпоясные вообще в люди не выходили. Поэтому пояс – это обязательный атрибут костюма. Куклу брали с собой на гуляния, катали на санях, а после она могла послужить интересной игрушкой для детей. Олеся Науменко, Роман Шильдяев, Саратов, 24.